Песок Т-7057 и Т-127 Два камугляжа к ним довольно симпатичные Есть два слота в ангаре Само собой, чтобы машинки поставить Есть приказик, что самое интересное На мистический контейнер И если вы сделаете 10 побед То имеете возможность его открыть И возможно что-нибудь оттуда выпадет Я не верю в эти все контейнеры Но почему бы не рискнуть Что касается всего открытого оборудования Я это, честно говоря, считаю смешным Потому что на третьем уровне ценник на оборудку Он просто на полу валяется И вы не заметите по своей серебряной копилке Что вы реально потратились на то, чтобы открыть все оборудование Даже на две этих машины Что собой машины представляют И в чем их фишка Фишка машин заключается в том, что они довольно неплохо забронированы Для своего третьего уровня И на третьем уровне они могут похвастаться Допустим тот же самый 7057 Хорошим нижним бронелистом Довольно неплохим углом склонения брони В верхнем бронелисте И довольно неплохо забронированной башней Которая прячется еще и за Довольно-таки немаленькой маской орудия Короче говоря Против, я бы назвал их так Пулеметных орудий этого уровня Вы действительно можете довольно неплохо танковать Но стоя вы вот так вот как-то В прямой проекции Понятное дело, что по бортам Здесь все немножко более скудно Но все же, согласитесь Это не зеленый фон, а он оранжевый И это тоже не может не радовать В том числе и башня Заметьте, тоже имеет плюс-минус броню И на стыках бронелистов вот этих Здесь усиленная броня Короче говоря, рандомные рикошеты Однозначно вам обеспечены Ну, корма здесь, как видите Тоже имеет плюс-минус какую-то броню Кроме верхней вот этой части Короче говоря На этом танчике вы сможете Довольно неплохо Вытанковывать рандомно рикошеты От каких-то не сильно точных орудий Ну и, как я уже сказал, пулеметных Что касается Т-127 Вот здесь тоже присутствует броня Да, пускай в чем-то она более скудная Более скудный нижний бронелист В отношении брони Но верхняя часть верхнего бронелиста Имеет броню Имеет тоже плюс-минус приведенку Безусловно, это не 70-57 Но в целом все равно неплохо Для понимания Т-46 того же уровня Выглядит вот так Вот, и здесь разговаривать просто не о чем Тот же самый ПЗ-38Т Имеет вот такой вот силуэт И теперь, я думаю, вы понимаете Почему я говорю, что данные две машинки Ну, они действительно имеют Плюс-минус броню для своего уровня Что касается сравнения с другими машинами В основном на этом уровне Легкие танки представлены именно в виде коллекционок Есть несколько проходных машин Но все остальное, ребят Это все-таки коллекционки И если Т-70-57 может удивить Плюс-минус альфой 90 по сравнению со многими другими Ну, если не считать Не проходного, простите, коллекционного БТ-7 артиллерийского То в целом я бы сказал Что это самое Самое альфовое орудие Среди легких танков на левеле И, честно говоря, сравнивать с БТ-7 арт Машину абсолютно не стоит Потому что здесь стоит совсем другая пушка Кардинально другая Поэтому, ну, все-таки сравнивать необходимо Без учета вот этой вот конкретно машины И, честно говоря Кроме 90 единиц альфы Особо похвастаться нечем Можно было бы сказать по поводу того Что подвижность хорошая Но, ребят, есть машины более подвижные Можно было бы сказать Что доходность классная 150% Но, все-таки, это третий уровень И вы его берете не для того Чтобы на нем фармить себе серебряндию Ну, а плюс к тому Есть машины, которые реально Имеют фарм Ну, гораздо выше 183% Допустим, у Тайпа 98-го Кинеотсу Но попробуйте вы его заиметь Да, согласитесь Мы уже никогда его не увидим в магазине И есть еще более-менее Машинки доступные Которые, может быть, когда-нибудь На продаже появятся В частности, М3 легкий Он действительно появляется А вот ЛТП И тот же самый М22-й Вот здесь уже сложнее Поэтому, можно сказать Что фишкой все-таки является Доходность Хотя, эта фишка такая, знаете Я бы сказал, за уши притянутая Тоже касается и процента побед Разговаривать просто не о чем Если данную машину убрать И оставить себе Т-127-го Для сравнения с другими машинами То, опять-таки, он уступает И в ДПМе И уступает в пробитии Многим машинам Хотя, лучше, чем Некоторые другие Почему уступает? Ну, потому что, в принципе Здесь 84, допустим Против 78 У БТ-7 проходного И разница не сильно большая Вы все равно будете пробивать Не круче, чем все остальные Поэтому нельзя сказать Что в этом фишка данного танка Время перезарядки Количество выстрелов Тут тоже можно очень долго спорить Но все равно Выдающегося особо Вы в этой машине Ничего не найдете Что касается доходности Вообще 100% Ну и что касается процента побед 57 Против, ну, некоторых товарищей Которые действительно Гораздо удобнее в игре И тот же самый Т-46 Гораздо лучше себя Показывает в отношении Живучести Ну и, соответственно Количество побед Так для кого же рассчитан Данный набор? Я думаю, что данный набор Он рассчитан в первую очередь Для тех, кто любит коллекционки Почему я говорю именно так? Потому что, если вы будете Продавать себе эти машинки То за одну вы получите 950 голды А за вторую 850 Таким образом За 4 доллара Вы покупаете всего лишь 1800 золота Ну да, окей Здесь еще есть Контейнер Который вы можете Открыть Во сколько его оценить Оценивать ли его в ценник За который его выставляли На продажу Я даже, честно говоря Не знаю И мое скромное мнение Лучше бы этот набор Стоил, допустим Там 2,5 Либо 3 доллара И можно было бы Многим игрокам Приобрести себе данный набор Для того, чтобы опять Эти машины продать И таким образом Задонатить Но в данном конкретном случае Я не считаю Что приобретение данного набора Будет действительно Хорошим способом доната Потому что за 4 доллара Получить 1800 голды Ну окей Хорошо еще 2 слота в ангаре По 250 Того 500 Но все равно, ребят 2300 Все-таки За 4 бакса Это маловато Что еще есть на продаже Как я уже говорил Для любителей Пощекотать нервы Выложили Высших хищников Вы можете приобрести себе 3 контейнера За 4000 долларов Ой, господи Что я морожен За 4000 золота За 4000 долларов Наверное, проще Купить себе Какой-нибудь автомобиль Реальный Ну так вот, ребят В высших хищниках Вы можете себе Вытащить одну из десяток Ну, соответственно Большинство из них Будут коллекционки Всего лишь 3 према Но это неудивительно Потому что на 10 уровне Практически все машины Коллекционки Но что меня смущает Ребят, меня смущает То, что процент Выпадения машин Он составляет Всего лишь 0.31 То есть вы Даже одного процента Не имеете К выпадению И когда контейнер Содержит в себе Процент выпадения 5 То даже при 5 Процентах Вы все равно Очень часто Не получаете машину Представьте себе Какой процент Выпадения здесь Многие авторы Они начинают суммировать Что, мол Если у меня 5 процентов Выпадения Да возьмем 100 процентов Да разделим на 5 Вот такое количество Контейнеров Вам надо открыть И если вы Такое количество Контейнеров Откроете То уж точно Из одного Выпадет Нет, ребят Математика Абсолютно неправильная Кто знает И кто Когда-то учил Статистику Тот понимает Что с каждым Открытием Контейнера У вас Обнуляется Счетчик Вероятности Выпадения Поэтому математика Вот эта Она абсолютно Не работает Нифига Именно поэтому Я считаю Что покупать Данные контейнеры Это просто Выбросить Свою голду На помойку 4000 золота Много Или мало Мне сложно Вам сказать Это ваш кошелек И мне нет смысла В этот кошелек Залазить Но все-таки За 5,5 Вы можете купить Себе Пускай даже Многие говорят Негодный Абсолютно Т-54 Хотя посмотрите Вот этот вот Обзор И вы поймете Что машина Ну прям Не настолько Дерьмище Как все ее рисуют И он стоит 5,5 И здесь Вы гарантированно Берете себе Машину Бывает такое Что вам Выставляют На продажу За 2000 Того же Самого СУ-100Y Ну либо Я не знаю Там за 2500 Вы можете Купить себе Франкенштанг Кто-то скажет Что машины Не сильно годные Не сильно интересные Но как мне кажется Лучше два Вот таких вот Игорька Чем попытка Выточить кота Из мешка Причем под очень Большим вопросом Еще есть Вопрос того А есть ли там Этот кот И как этот кот Конкретно будет выглядеть Когда вы его Оттуда достанете Поэтому ребятки Я остро не рекомендую Тратить кровную Голду На приобретение Вот таких вот Контейнеров В которых вероятность Выпадения Ну прям на уровне Плинтуса Находится Согласны вы со мной Или не согласны Обязательно пишите В комментариях И пожалуйста Я вас очень прошу Поддержите канал В его развитии Своими комментариями Своими лайками И своими подписками На канал Я стараюсь ради вас И хочу создавать Все больше и больше Уникального И ни на кого Не похожего контента Спасибо вам большое За просмотр За благовременно Спасибо за подписку Всех благ вам Мира, друзья мои И обязательно Спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...